Друзья, всем привет! Сегодня любопытное видео. Распаковка гитары, которая приехала с eBay. Даже не распаковка не гитары, а частей гитар. Вот в руках у меня гриф. А что это вообще за гитара? Это Fender Custom Shop Stratocaster. В данном случае гриф и корпус куплены на eBay отдельно. Для чего это делается? Потому что, как вы знаете, Stratocaster — это такая гитара-конструктор, и многие продавцы продают гитару отдельно. Грифы, разбирают деки, потому что вдруг кому-то нужен только гриф, да, хочет попробовать, кому-то дека. Данный конкретный экземпляр — это вообще один продавец, один же, да, и один же тот же гриф и дека от одной и той же гитары. Продавец ее разобрал и продавал отдельно, потому что кому-то вдруг хочется только гриф, кому-то дека. Вот, но мы приобрели комплект полностью, да, чтобы получилась оригинальная гитара. Только Picard, Picard другой, но это отдельно стоит. Вот эта модель называется Stratocaster Custom Shop Big Head. Мы сейчас снимем распаковку. Если попадет на момент, коробка немножко помялась, буду надеяться, что гриф целый. По поводу растаможки, в каких-то ситуациях выходит сильно дешевле. В данном случае не очень дешево вышла растаможка, то есть с около 20 тысяч вышла растаможка деки и грифа. Хотя вот, если вот забегая вперед, вот здесь, в этой коробке тоже гриф и дека в разборе у другого покупателя, продавца была куплена. И вот эта коробка гриф и деки тоже в Fender Custom Shop Stratocaster 62 вышла растаможка 700 рублей. Поэтому не очень понятен алгоритм. Если вы знаете, напишите в комментариях, почему за то же самое здесь вышло 700 рублей, а здесь 20 тысяч. Какая-то коробка треугольная, как будто специально для грифа сделала. Пока не очень понятно, целый или нет. Сейчас надо его развязать. Вообще по ценам получается, ну конечно, еще даже чуть дешевле, чем если такой был бы, даже не беря таможню, если брать такой стратокастер готовый уже в полном, то он выйдет чуть дороже. В общем, экономия не сильно большая. Экономия, там может быть, треть-четверть цены. Целый и новый. Прям роскошно. Супер. Пахнет. Ну, короче, гитара новая, видимо. Так, а теперь, а, что у нас здесь в коробке еще? А, ничего, вот тут. Пленка с кузырчатой в углах. Ну и здесь тоже просто упаковочная мусора. Пятна. И теперь уступим к распаковке деки. Повторюсь, это BigHead Stratocaster Astroshock. Прикольные такие штучки. Так. Угу. Тут все найдет в комплекте и нужен. Смотри, рычаг. Да, ну машинка с пружинами, да, и рычаг со всеми болтами. Вот, даже вот номер. Фандер Исуа Кастом Шоп 60-ый BigHead Relic. Взяли, разобрали гитару, да, новую. Гипсом так не разберешь, поверь. Ну, это вот сертификат. Еще здесь более подробные данные. Пахнет прям приятно. Как вы думаете, какого цвета гитара? Наверное, черные, да? Потому что черные, говорят, лучше всего звучат. Нет, не черные. О! Класс! Легкая, да, такая ольха. И цвет. Как думаете, какой это цвет? Напишите в комментариях. Хотя, вот здесь написано же, да? Вот здесь написан цвет. А, Шервуд Металлик. Шервуд Металлик. Ну, неплохо. Ну, и сейчас мы попробуем эту гитару собрать и поиграть на ней. То есть, у нас не будет 25 видео распаковка, обсуждение распаковки, сбойка, припайка, тест 1, тест 3, потом отстроить еще один тест. У нас будет одно видео. Продолжаем дальше. Смотрите дальше. Друзья, ну, вот я прикрутил машинку. И сзади тоже. Теперь сейчас мы приступим к паянию пигарда к гнезду. В общем-то, всего надо припаять два провода вот этих. И вот сюда вывести через дырку. Сюда вывести, припаять. Прикрутить пигард, прикрутить гриф и поставить струны. Да, вот этим прикручивается гриф. Вот этим прикручивается пигард. Что еще? А, ну, сзади крышка такой можно для красоты. Какие могут возникнуть сложности? Как вы видите, анкер крутится вот здесь вот. Я, как человек малоопытный, я раз из третьего попадаю с прогибом грифа. То есть, когда мы все соберем, натянем струны, если прогиб будет недостаточный, чтобы подрегулировать, надо либо снимать опять пигард, либо откручивать гриф. Крутить, опять ставить. И так вот я недавно в своей гитаре в третий раз только попал. Надеемся, что сегодня это будет быстрее. Ну, вот сейчас происходит очень важный и сложный момент – паяние гнезда. Здесь нужно быть очень аккуратным, чтобы не потерять несущие средние частоты. Очень важно паять паяльником правильным, правильным припоем. А то весь звук уйдет. Ну, вот почти финальный процесс. Пигард приклеен, это припаяно. Neckplate это называется. Оригинальная штучка. Почему-то нельзя было ее купить, она уже была продана. Оригинальный Neckplate с logo Custom Shop с серийным номером стоит 130 долларов. Но его уже нельзя было купить, поэтому пришлось купить Fender Genuine Perts за 780 рублей. Но 780 рублей лучше, чем 130 долларов. Ну, как входит. Друзья, наконец-то Stratocaster собран. Еще раз об этой модели. Это Fender Stratocaster Custom Shop Big Head. В общем, в 60-е годы это делалось модель с большой головой. Да, все прикручено, припаяно. И на удивление, что оказалось, что даже прогиб не пришлось регулировать. Струны достаточно комфортно расположены. Единственное, что там будет легкий небольшой фон. Землю мы не стали паять, потому что все равно ее надо, конечно, отвести мастеру, чтобы поаккуратнее перепаять здесь. Может быть, отстроить высоту струн покомфортней. Ну, в принципе, лады полировать, наверное, не придется. Потому что гитара абсолютно новая и очень даже прогиб грифа достаточно сейчас комфортный. Писать, а, вместо буги Mark V. Играть буду через него. И писать, чтобы получше качество звука на диктофон Zoom Q2N 4K. Ну, это как бы видеорекордер, но я его использую как диктофон. Сейчас я его активирую. Все, он активировался. Ну, теперь волшебные звуки. Играет музыка. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА